Огонь и дым Порт Байкал – это отдельная территория, очень интересная, местоположение очень интересное и очень проблематичный поселок на сегодняшний день. Мы входим в особо охраняемые природные территории. Население у нас оповещено, все знают прекрасно. Каждый год у нас в это время все уже привыкли. Для профилактических отжигов всегда выбирают первую декаду апреля. Почва еще замерзшая, поэтому поверхностное пламя уничтожает лишь сухие стебли и не вредит ни земле, ни насекомым. Да и у птиц в это время здесь еще нет гнезд и потомства. К тому же в лесу лежит снег, а значит риски перекидывания огня минимальны. Зато по траве, которая в этом году сгорела, пожар уже не пойдет, рассказывают специалисты. Где создали защитную противопожарную полосу огневым способом, это уже надежный барьер для весенних, летних лесных пожаров. То есть пожар доходит до отожженного участка и останавливается. Для столь жарких процедур подходят только безветренные сухие дни. В такую погоду важно использовать каждую минуту. Объем работы большой, там где КБЖД проходит в границах нацпарка, а это несколько десятков километров. Работают слаженно и осторожно, группами. В группе люди распределены каждый по своей. Кто-то поджигает, значит, отжигателями, кто-то, значит, контролирует РЛО, затушивает, смотрит, чтобы пожар дальше не распространился. Сейчас вот тихо, если, значит, сильный ветер, то поджиги прекращаются, чтобы сильно не распространялся. Ну и также осадки. Сейчас осадков нету, трава подсохла, значит, горит хорошо. Профилактику на КБЖД продолжат вплоть до начала действия в регионе особого противопожарного режима. В этом году он стартует 11 апреля. А затем в дело пойдут другие меры безопасности. Сотрудники национального парка будут патрулировать территорию, расчищать противопожарные полосы. Вокруг старой ангасолки обновят защитную минерализованную полосу. Марина Беклемишева, Иван Прокудин. Новости сейчас.